добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радио центра сангейс начинает свою программу сегодня 27 марта 2017 года время в чикаго уже почти 8 часов утра на восточном побережье время 9 часов утра на западном только 6 утра и в этот час в москве 16 часов и на связи как всегда по понедельникам у нас андрей бухарин россия москва здравствуйте 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 уважаемые слушайте сангейс радио доброе утро планета земля для добрых утра я вижу на майке написано первое в космосе конечно на планету землю это майка она такая еще знать когда белка стрелкой летали дорогие друзья мы сегодня обсуждали с андреем какую тему взять и вполне астрологическая тема это на предмет духовности да вот андрей предложил тему ну и вот интересный момент который мне понравился когда вот андрей приводил пример вот прямо буквально перед нашим эфиром ну вот давайте мы начнем с этого примера если человек пошел учиться у него там не все благополучно голове но примерно это нет проблема в том что я вот размышляю над этим что как ну допустим выдает лицензии да вот там врачу либо лица водительские права кому-то тоже там же должны быть справки да что человек там различает цвета например водитель что не пытает красный ну и давайте водителя налоги возьмем с водителем да то есть иначе он если он там будет путать педали либо путать цвета то может быть опасность для всех участников движения а вот теперь представьте например что психолог человек хочет у вас взять какой-то или консультацию а вы говорите дорогой предоставь мне справку из всех больницы допустим вот и различаешь ли ты цвета потому что я буду говорить о планетах а планеты имеют разные цвета не спрашиваете да вы этого вопроса не задаете обучаете не так совсем дело в том что вот скажем так люди у которых психические отклонения они как правило притягиваются на затмение то есть я бы так как измель практике вот на консультации то есть это люди которые я так считаю как наказаны то есть они как бы не расширяюсь греха свои на этой жизни возможно прошлой жизни какие-то наказание идут когда человека знаете есть такая поговорка если бог хочет наказать человек он лишает его разум то есть это уже такая инстанция то есть я вот например наблюдал в своей практике людей которые вот например занимаются какой-то эзотерической деятельностью при этом ну какие тут явные нарушения делают например в плане ну например ограничивает других в чьих-то правах например да либо не задумывается над тем по совести они поступили или нет и когда его вот например этому человеку объясняю что он не хочет думать над этим меня пример такой когда человек уже сейчас где-то за 70 лет то есть это я уже с ним общалась еще когда буду не сесть еще моложе был но суть в том что человек упорно не хотел это как бы осознавал человек осознавал что это тем что он не прав но при этом он не хотел размышлять на эту тему что зачем зачем так поступает и и результате то есть если человек не хочет например что-то слух либо видеть развивается те или иные болезни например глухота слепота то есть она развивается не потому что вот там вот просто так на ровном месте подсознательно идет программа то есть человек программирует свое подсознание подсознание как тут же вот как сказки потерла паладина джин вышел и спрашивает то есть любое желание исполняет то есть подсознание этого тут же которые скажем так тупо выполняет программу которую ты ему скажешь поэтому кстати это очень важно чтобы джин скажем так не ходил в расход такой и не ходил как бы там или там несколько жилов там не не подселялась да и там они как бы сами по себе там что хотели то и воплощали по такой скажем я аналогии восточными поэтому вот в этом плане когда человек не желает работать над собой у него потом происходят как минимум болезни потому что такого характера который кстати официальной медицины отказывается лечить потому что причиной их являются вот эти нежелания скажем так духовно расти если так можно выразиться человек желает работать над своими психологическими комплексами неполноценности и больше скажу это же в общем то я америку не открою и живут эти яма не яма в юге то есть какие-то там пять делами и пять не делал ничего либо там то есть это же базовая тема когда сквозь который в дальнейшем надо начинать скажем эзотерические какие-то практики вот если вы вспомните и маккл сейчас договорил как вот если вспомнить любые например даже художественные фильмы начала 90-х годов прошел ли то там везде красный такой нитью идет такой сюжет приходит какой-то молодой адепт к старцу специалисту по восточным единоборствами говорит там о великий учитель научи меня там кунг-фу нет проблем давай приходи к нам школу так как ты молодой на тебе веник подметай плац год проходит тут два на пятый год он спрашивает учитель когда же ты меня будешь учить кунг-фу сколько я что-то не уборщиком нанялся то а он и проверяет насколько человек обуздал свои неизменную природу насколько он владеет своими эмоциями своим ну скажем этими своими чувствами насколько он может обладать скажем аскетизмом танцы и так далее так далее и тогда только исходя из этого же понимать что ему можно дать потому что если человек я уже не говорю про психических клиентов до психиатрических больниц я говорю про таких которые не обуздали свою низменную природу люди они если им давать эзотерические знания они их будут в процессе гнева ненависти мести очень вероятно что они могут их использовать во злу вот о чем речь то есть надо научиться обуздывать эти низкие такие позывы которые могут провокация может быть что угодно человек а все я буду мстить а теперь я знаю какие-то там колдовство магию там или астрологические какие-то техники когда там и лекцию запустить например да какой-то все а кто его научил этому учитель значит учитель несет кармическая скажем ответственность перед тем кому что даешь эти знания если ты даешь эти знания человек который не развит еще духовно а как вопрос тогда отследить когда онлайн обучение идет какого уровня человек притягивается к вам в школу например это вопрос серьезный что справка что ли где-то я хочу напомнить что мы беседуем с профессиональным астрологом тема как нас астрологическая вот этим рады если вы будете отвечать взаимностью смысле обратной связи и оставлять комментарии замечания и так далее я хотел бы немножко уточнить правда ну так сказать тема как раз таки моя большей частью дело в том что духовность никак не связано с деятельностью эзотерическими на самом деле и просто не так это понимаем и даже с кармой карма это переводится как скажем следствие какого-то действия и то что вы говорите абсолютно все правильно просто вопрос скажем если мы говорим о душе или духе там субстанции вот этой вот некой там нету вот этого понятия вообще-то говоря материального никакого нет а то что яма не яма да это действительно это первые две ступени восьмиступенчатой системе йоги йог патанджали он принес это в мир афтанга йога и это действительно да это действительно так себя вести и сейчас не будем в это дело вдаваться это очень серьезные серьезные действительно вещи еще раз это путь на духовности но я не знаю как вам тогда функционировать если хватит приходит человек и просится на обучение не только нам я беру майкл вообще проблему как это решать то есть вопрос не персонально решать если человек сбежал в психбольнице так его когда-нибудь майкл пример есть из жизни кстати трагические если вот мы можем рассматривать это известный кунфуист брусли и если помните да то есть когда человека научили каким-то таким вот ну есть же как бы такая точка зрения что он был обучен таким секретным техникам очень хорошим сильным то есть он был таким непревзойденным брать бойцом и он пошел это показывает и зарабатывать стал на этом деньги как бы в кино пошел и в общем-то его смерть очень подозрительная было то есть и существует точка зрения что он встречался с неким старцем который нанес ему удар такой знаете с отложенной смертью скажем нажал на какую-то пунктурную точку по которой мы скажем человек уходит из жизни там дня через три то есть не сразу причем как бы три дня живет нормально через три дня там какие-то замыкания в конце концов происходят билл системе организма и жизнь останавливается потому что его смерть была очень какой-то непонятной очень неожиданной и по сути без видимых причин то есть его никто там не убивал как бы но в современном понимании этого слова вот поэтому когда я еще кстати еще в советское время когда вот эту узнал то есть как бы вот такую точку зрения и не следует ли я это доказать не могу но скажем так принимаем как бы как версию что вероятно такое как бы одно из событий могло быть то здесь видите в данном случае те кто посеяли скажем они исправили ошибку свою да то есть каким-то образом чтобы секретные знания не пошли дальше но представьте какие-то организованные преступные банды начнут это как бы осваивать эти секретные приемы начнут там калечить но каких-то на других людей там не бить и так далее то есть вот в чем опасность также и здесь что если мы соприкасаемся с каким-то ведь эзотерика эзотерические знания они предполагают это тайные знания то есть это не публичные знания которые рассчитаны не для широких масс то есть а для тех кто как бы но слово избранный я не люблю она больше такое как бы часто те люди кто это в моей практике употреблял это слово они наоборот только вожделялись гордыни и их перегиб был в другую сторону а в плане таком что человек скажем обуздал свою низменную природу вот как это дистанционно узнать это тоже вопрос такой когда люди идут на учебу школе либо учителю астрологии либо там йоги или каким там эзотерическим знанием просто нужны в этот момент банально деньги просто жить на что-то надо и человек как бы такая мотивация в одного заработать а в другого получить знание они притягиваются потом кармическое какое-то воздаяние все равно будет получено потому что знание абы кому нельзя давать либо я думаю знаете какой здесь надо рубеж такой отсекается обычно как я понимаю должна быть защита от дурака если так выразиться такое слово ну как бы есть когда от действия то есть надо вид надавать знания которые но скажем так большого вреда не нанесут скажем там тем кого ты ну скажем кого учитель еще не проверил достойно ли они знать скажем такие но давать им знания более глубокие более эзотерические такие более скажем таки ну сильно хотя я сейчас вот анализирую вот свои поездки вот допустим другие города и так далее и могу сказать что в целом большинство людей кто приходит вот на мои семинары большинство кто у меня очень подавляющее большинство но люди вменяемые то есть люди подготовлены не не бывает так идеально что стопроцентный контингент будет ну скажем там йоги там 108 уровня посвящения какого-то нет конечно мы живем в калий-югу и учителя астрологии тоже несовершенно в это время и вообще нет совершенных людей все ошибки совершают просто размышления над тем что как бы совершить из двух зол совершить наименьшее с лишь так это выбор у нас мы стоим перед выбором то как бы наименьшие проблемы чтобы были чтобы больше был пользы беды вот о чем речь да все 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 верно перед началом мы немножко поговорили о том что ну тема как бы духовная астрологическая кармическая то есть проблема с этими людьми или может быть не проблема или к так как в этом мы видим это проблема с ними все порядке но наполеон и наполеон и этом разница он себя считает примеру так вот в этой связи я уже рассказывал эту историю на другой программе было мэру нью-йорка майклу блумберу принесли два предложения в один и тот же день это правда было относительно ну может пару лет назад и одно предложение было оказать помощь детям детям инвалидом ну с детства не знаю больным детям и просьба выделить определенную сумму на их лечение сумма это была не такая значительная ну вполне вполне нормальная и в общем то практически все кто вот и подавали эту петицию и те кто окружали мэра они предполагали что он согласится но в этот же день поступило второе предложение с просьбой выделить средства на обучение гениальных детей которых должны были отправить куда-то другую страну соответственным образом это все очень дорого стоило на обучение это были дети которого уже доказали они уже ну чуть ли не гениальные действительно дети и сумма которая просили составляла ну два с половиной раза или три раза это было больше чем просила из на вот этих вот бедных детей достаточно было большое удивление но раз задается такой вопрос так наверное вопрос уже очевиден на самом деле поэтому я сразу могу сказать что он отказал больным детям а выделил средства на поездку и обучение вот этих вот этим гениальным и когда спросили задали вопрос объяснить вот как бы это не было больно и как бы это не было непонятно и кто-то не согласится с этим но он сказал это карма я не могу это вмешиваться вот ну еще раз можно спорить можно не спорить можно там какие-то нюансы были даже в случае я эту историю слышал из нью-йорка вот это правдивая история была так что в этом есть зерно таскать истины почему человек заслуживает то или иное почему он приходит на обучение почему у него возникает такое желание я хочу сказать что все наши радиослушатели телезрители даже не подавляющее большинство практически все они вполне адекватные вот судя по отзывам которые они делают так что это здорово здорово что притягиваются другой вопрос другой когда-то я обратился к одному моему хорошему знакомому и очень известному человеку кстати его зовут раме black ну это у него есть титул пандита пандита это восточной астрологии если если наберешь в google то выскочит там огромное количество сайтов его зовут раме black он психолог астролог писатель и так далее мой хороший знакомый вот я ему обратился с просьбой ну вот поучиться ну он начале не сделал там гороскоп это было там очень давно на самом деле мы с ним побеседовали да и он и так прекрасно знаю чем я занимаюсь а вот и он сказал майкл не в этой жизни я буду твоим учителем вот и я понял что мне не стоит углубляться в этот процесс то есть я знаю то что я знаю но вот детали и все вот эти тонкости мне сегодня не надо в этой моей жизни поэтому я полагаю так что в гороскопе любого человека видно его предрасположение и способность его обучаться то или иной науки в том числе тем более астролог это может очень не очень легко определить поэтому андрей я так полагаю я когда беру ученики кстати своих студентов то я задаю им вопросы если я вижу они не соответствуют и сколько бы они меня не платили меня этот вопрос не интересует они не подходят для этого зачем мне потом иметь с ними проблемы если эти люди действительно будут теряются потом еще и обвинять то есть не надо поэтому я полагаю так что и вам нам намного намного проще чем кому-то другому определить этих людей больные они на голову здоровые они надо им это или нет вот если вы это видите в карте а я правильно рассуждаю или нет ну есть показатели конечно астрологически но я как раз ситуацию по-другому описал да ну я имею ввиду не персонально там меня какие-то либо у вас лично а стратегически в эзотерической скажем так тусовки если так можно выразиться как быть вот если мы если когда при дистанционном обучении чтобы давать знания но скажем так достойно то есть понимаете что эзотерические знания всем давать принципе нецелесообразно да потому потому что потому что как бы тут даже объяснять не надо он более того он сегодня нормально ты ему дал эти знания крышу поехала так есть лучше тоже кстати бывали но потому что это все энергия это психика выдерживает или нет такой да так я все это и говорю что это а вот как раз то когда такая проверка идет ну скажем так на слабости про и либо на проявление низменной природы через вот там ну как типа свинихом помахает там аналогия чего-нибудь такой там видно человек насколько он могу сдал эти вот энергии те которые такие первобытные если так выразиться его не обуздал их вот и тогда но тогда так было но сейчас просто другая я так вижу вот мое мнение такое что в принципе сейчас этого не избежишь все равно скажем так всех не перепроверить что он какой там человек хотя по природе того что мы все несовершенны то есть мы сильнее владеем физической наукой на сто процентов чтобы там идеально вот все это скажем так посчитать да и некогда этим заниматься по большому счету так с большего посмотрел там все нас три хорошие но все там все нас три плохая ну значит будет какой-то конфликт разговор да андрей я вот что предлагаю я предлагаю вообще-то говоря остановиться пока вот на этом и подождать реакцию наших уважаемых радиослушателей наверно крыша выскажется и мы исходя из этих вопросов сделаем какой-то потом такую встречу может быть в реальном времени через google hangout когда люди будут задавать вопросы посмотрим мы договоримся о нашей встрече времени давайте мы перейдем все-таки к астрологической теме все-таки мы беседуем с профессиональным астрологом и греем бухариным и у нас вот вот уже там на носу можно сказать на волонье да да завтра за 5 часов 57 минут по московски начнут по глиновичью минус 3 часа 2 57 это так это ночь утра до ночь-ночь мы по глиновичью ночь получается почти три часа почти до почти три часа ночи вот видите а у нас наступая значительно раньше то есть это у нас это будет сегодня восемь часов надо отнять получается тогда это где-то часов девять чем-то вечера от 5 отнять 8 до то есть от этого от 6 даже 8 это где-то около десяти вечера у вас без там без трех людей в 21 57 туда чем сказать грозит осветите но во первых ночью грозит новолуние новолуние это хорошее время в общем то это когда заканчивается один цикл лунный начинается другой во первых сейчас надо беречь себя то есть именно хорошо на убывающей луне заняться очистительными какими-то процедурами избавиться от чего-либо от ненужного причем так хорошо именно научно убывающего нет заканчивать дела рекомендованно на растущие как говорится начинать сейчас так как на волне вовне да то есть это первое кстати на волне после весеннего состояния которое было неделю назад и она интересно тем что во первых она в принципе не такое уж и деструктивное но скажем как бы как бы вот если из таких источник зрения рассматривать хорошо или плохо что они удают во первых следующий месяц который попадает это апрель у нас он опять же месяц ретрофазы там минорных планет то есть там будет практически весь месяц но не весь а где-то начиная с 10 апреля меркурий станет ретрофаза фактически где-то уже за неделю остановки начнутся ну дней за пять до его разворота то есть где-то с третьего числа уже замедление ретроградный меркурий так весь месяц так он в мае там назад директным станет это время когда задержки в бизнесе когда остановки когда вам что-то обещали а потом отказывают если вы сдали какие-то документы оформлять то как правильно на ретрофазе возврат происходит и говорят вот что там дополнительную справочку какую-нибудь подойти и так далее то есть время когда надо исправлять ошибки когда не новое что-либо делать а уже в ранее начатом что-либо исправить то есть написать некие новые правила допустим там поведение соцсетях там группах каких-то например исправить ошибки в бухгалтерских документах то есть навести порядок допустим там на сайте там то есть не новое что-либо а вот там проверить на грамматические ошибки на вот на эти кстати не рекомендую книги отдавать в издание на ретрофазе меркурия есть примеры не мои других астрологов которые отдавали в печать как правило причем не сам человек а вот эти кто там набирают в эти в издательстве они допускают куча отпечаток в этом в тексте просто они каким-то образом то что это на ретроградном когда вот меркурий они если печатают книги то почему-то вот с большим количеством не это понятно почему я говорю но лучше что потом не переделывать запущенные проекты на ретроградном меркурий как правило потом надо к ним возвращаться и заново что-то там переписывать договоренности которые заключаются на ретроградном меркурий потом будут пересмотрены причем обе стороны как правило ну не будет устраивать почему не договорились на ретроградном меркурии а сейчас еще идет ретроградная венера сейчас период такой когда она закончится только в середине месяца в середине апреля 15 апреля и там получится дней 5 где-то вот так с 10 по 15 апреля когда будет две минорные планеты в ретрофазе то есть период супер торможения скажем то есть крайнее время такое неблагоприятное для начала новых дел потому что как бы для переговоров для договоров невыгодны для партнерских отношений невыгодны для ночью там такое дело когда надо исправлять ошибки когда надо вернуться в прошлое и что-то там откорректировать а уже улучшение такой если так глобально смотреть то конечно май месяц по сравнению с апрелем но однозначно скажем такой особенно первая половина мая месяца на более благоприятно поэтому стратегически если планируете регистрировать бизнес и фирмы какие там серьезные вещи делать то лучше это делать в мае они в апреле месяц месяц для редакции как бы возврата к прошлому исправление ошибок но не для начала новых дел кстати когда ретроградный и меркурия тоже покупать автомобили невыгодно выгодно продавать кстати но покупать не продавцы будут скажем шоколаде то могут впихнуть какую-то там как это слово телегу или как это сказать такой покупатель как правило если на ретро-меркурий покупает автомобиль то это как правило невыгодные покупки но какие-то скрытые дефекты могут быть что ты так далее там вот так вот я понял хорошо по поводу текущей неделе вот мы начали сегодня неделю текущую что-то нам но она делится на две половины такая одна вот убывающие до завтрашнего ну как бы сегодня день на сегодня на стратегия такая пост и молитва да и вот за задуматься там о своем поведении там либо своих делах то есть проанализировать уходящие прошедшие время а это неделя в общем-то она неплохая такая принципе тут хорошие аспекты идут практически всю неделю делается вот эта неделя кстати она будет если если уж не отвертеться что-то надо начать ну просто нельзя никуда уже отступать то еще можно успеть на этой неделе это начать а уже с 3 по 10 число там уже будет уже все слабее 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 хотя игры это не идеальное время сейчас ретроградная венера сейчас например у него очень неудачное время допустим для свадеб например ну считается да потому что и венера в знаке находится в таком не до поездки ради бога чужья вот есть на ретроградных этих летал но сразу скажу что они не опять же ситуация такая что так чё ездить народ есть же ничего страшного мы говорим о таких вещах не краткосрочных стратегических то есть вот ты ну извините но люди свадьбы делают не так как они каждый месяц правильно расписывается там либо бизнес открывать регистрировать новую фирму это же не может и каждый месяц закрывать и новую открывать то есть я верю о таких вещах которые как бы делаются но на длительный срок то есть не на один год скажем так как минимум на десятилетие вот об этих таких начинает а вот вопрос такой интересный у нас произошло очень достаточно серьезное событие которое на очень многих вещах у вас это кто у нас что должен быть был быть принят за новую реформу короче говоря медицинская реформа которая на смену идет обама керр трамп выдвинул противовес той реформе на свою реформу карта метла как мы знаем да и вот этот белый билле да он не прошел пока все ждали что он пройдет как это отразилось это отразилось на финансовых рынках очень очень серьезно сегодня все в глубочайшем минусе по индексам сегодня все в глубочайшем плюсе для всех валют если говорить о скажем золоте могу наверное сказать то есть то есть не золото российский рубль российский рубль я привел график вот то есть мы линию поддержки пробили мы идем вверх то есть российский рубль укрепляется против доллара кстати это для уже наших радиословщиков проживать на территории россии и будут продолжать тенденция есть то есть американский доллар летит серьезно вниз как вы видите вот скажем кто ну я хочу сказать что в апреле месяце идут хорошие показатели на рост недвижимости в сша о чем это можно сказать что при этом с долларом то происходит когда недвижимость укрепляется то есть это значит спрос на нее растет а если растет спрос на недвижимость значит растет спрос на доллар значит где-то нестабильность и народ едет условно говоря в сша и покупает недвижимость то есть значит деньги текут в соединенные штаты америки то есть в апреле месяце значит можно так предположить что в первой половине рост доллара будет относительно другие ходят но так стратегия не глядя на скажем так гороскопы центральных банков просто вот по актуальным аспектам вот так такую логику посмотрим особенно когда меркурий там еще а если у вас какие-то показатели на этой неделе каких-то изменений . будет дата новолуния завтрашним сегодняшний то есть мы уже знаем что есть цикл такой от новолуния к полнолунию то есть там однозначно рынок как правило меняет направление вот поэтому так может быть один день на разбежке и заканчивается такой на период крупных потрясений крупных публичных скандалов таких лопани пузырей он заканчивается 30 марта то есть скандалы идут но если идут если какие-то крупные пузыри там лопаются где-то вот и какие-то или должны лопнуть то они после 30 поеде лопать не уже не должны вот ну да потери то есть знаете что то что происходит сейчас происходит скажем так рост ну то есть вот то что скажем так ненормально росло она будет сдуваться скажем вот если так выразить это можно в цене я имею ввиду на рынках я понимаю это интересный момент что в апреле сдуваться в апреле ну да то середине потому что там показатели еще раз хочу сказать роста цен на недвижимость сша хорошего момента вот а это то есть будут новые опять отсюда логику дальше какую делаем то есть я уже повторяться не буду на том что если растет недвижимость значит спрос на доллар идет а если спрос на доллар и значит доллар укрепляется будет еще только в апреле а сейчас давайте проверим запомним это осталось недолго тут уже в течение двух недель ближайший из меня бы тогда сказал что в течение вы говорите в апреле это середина апреля поскольку до конца между до середины да да до середины апреля это скорее всего будет как раз вот с 28 29 числа до где-то до 10 11 вот так ну вот это изменение такие то есть вот то что допустим к этому моменту мы пришли вот сатурн там три курану делать да вот этот актуальный аспект дорог я его если бы смотреть и там еще 10 числа разворот и меркурия будет сатурн поменяет то есть там есть изменения в районе 10 числа рынка это будут тоже очевидно и 10 апреля ясно хорошо спасибо андрей тогда в заключение наверное пожелания от астролога нашим радиослушателям пожелания не только астрологию вообще пожелания пожелания во первых находиться в состоянии любви любви и такого состояния восторгами тогда созидательно мысли творчество идет если мы творим созидание грусти гнева не от ненависти вот этих низменных частот чтобы мы не ставили цель цель будет со знаком минус то есть хотим денег денег не будет хотим счастья день счастья не то здоровье то же самое поэтому значит выводить себя на уровень любви восторга созидательного такого вот вибрации таких и тогда эти вот состояния такой вибрационной направлять на цель знаете как что нам надо и тогда будет достигаться цель то есть ни в коем случае не моделировать свое будущее в состоянии депрессии и упадка грусти обид я уже не говорю про месте и там гнев или там вообще какой-то злобы там то есть это просто это неразумно по простому это глупо потому что человек своими обидами он формирует себе ну как минимум опухоли то уже известный факт доказанная кого-то обижается у него растут опухоли там всякие доброкачественные поэтому пожелание здоровья заключается именно в том что в позитивном мышлении будем позитивно именно в вибрациях позитивного мышления находиться мир меняться к лучшему начинается потому что мы выбираем свое будущее именно как бы формируем я полностью согласен солидарен и на этом мы наверное нашу передачу закончим навело на мысль о том что мы конкретно могли бы поговорить вот то что вот последняя фраза ваши были о том что если человек гнева этого не опухоль и так далее вот медицинский аспект астрологии было бы неплохо осветить можно так чуть-чуть но у меня же просят кстати не не вы первые кто прочитать какой-то лекции по астромедицине я сейчас готовлю для семинаров выездных основа медицинской астрологии тем более я я дипломированный медработник скажем и юридический допуск к этому даже да да потому что обычно знаете сразу первый аргумент а у вас есть медицинское образование как бы кто занимается эзотерикой пожалуйста диплом я на скорой помощи работа вы в урологии кстати работал и в терапии то есть поэтому роды принимал и так далее так что по всем этим домированы это серьезно не так это серьезно и в армии служил фельдшером поэтому это как бы у меня мечта была свое время военным врачом даже быть потом передумал после службы спасибо большое дорогие друзья обращаюсь к вам спасибо вам что вы были с нами слушаете наши передачи оставляет свои замечания комментарии сегодня было достаточно может быть первая часть необычная перед программа такая но она полезна вот она без курса поломоком да именно луне без курса на хвост всегда просто так дачу потолка берем да но кстати дорогие друзья предлагайте темы мы будем освещать вот видите я очень рад о том что сегодня вот выяснилось что андрей бухарин знаком даже с элементами аштанги йоги яма не яма это меня так сказать глубоко поразило поразило я уже ничего особо не удивляюсь но это меня так сказать как бальзам поскольку об этом мы говорим совсем другие программы совсем с другими людьми вот и это действительно подготовка никаких аштанги йоги никаких вообще йог не может быть пранаямы там асаны и так далее пока мы не выполнили вот эти вот два две первые ступени а там идет еще против хара короче говоря там 8 ступень и вот только последние ступени мы входим состояние самадхи а в состоянии самадхи мы уже туда приближены вот к тому самому что у нас вообще ничего не волнует и мы уже от независимо от материального мира короче говоря это вот то что как раз называется духовностью ну да и стремится на такое очень трудно никто же не пишет легко но это трудно но принципе знаете как всех книг не перечитать надо к этому стремиться также и здесь трудно в колею говорит никто же не говорит что нет искушений никто же не говорит что ты там вроде не пьешь не куришь там мясо не ешь там постишься потом бас слетел там на какой-то период там опять стала тоже сильнее уже стал следующий раз когда уже после какого-то такого падения который рост еще выше пошел это всегда так это как день и ночь это как систола диастола скажет это вот сердечные мышцы но мы двигаемся вверх идем и победа будет за нами за прогрессивным человечеством а хорошо спасибо большое всего доброго вам до свидания всех благ дорогие друзья вам спасибо программа записывается она будет выложена на youtube где вы можете оставить свои комментарии замечания сангей центр меня зовут майкл мелехов на связи был андрей бухарин астролог москва россия спасибо всего до свидания